День донора в медсанчасти Если вы сейчас не сделаете, то потом будет дороже, инвалидам скидка. В общем, дошел до того, что до 7 тысяч дошел. А потом, сколько у вас есть? Презентация обновленного проекта благоустройства Атомпарка Реализация данного проекта привлечет еще больше гостей в наш город, чем ежегодно мы принимаем В медико-санитарной части Десногорска прошла уже ставшая традиционной акция «День донора». В этот день у горожан есть возможность помочь нуждающимся не словом, а делом. Компоненты крови ежедневно требуются в детских больницах, родильных домах и хирургических стационарах. Подробнее в сюжете. 23 января в МСЧ 135 специалисты из Смоленского центра крови и врачи из Десногорска провели донорскую акцию. Количество желающих пройти процедуру донации с каждым разом становится все больше. Мероприятия по сбору донорской крови проходят постоянно. В Десногорск мы выезжаем 4-5 раз в год. Вы видите, что народу очень много, очень радует то, что люди приходят повторно. То есть очень много кадровых доноров, очень много почетных доноров. Донорский состав постоянно омолаживается. И всегда мы всех ждем. Пожалуйста. Чтобы стать донором, нужно сдать необходимые анализы и получить справку. Документ, подтверждающий право на донацию. Но есть и противопоказания к процедуре. Болеющим респираторными и вирусными инфекциями придется прийти через месяц после полного выздоровления. Кроме этого, за несколько дней перед донацией нужно исключить из рациона жирную, соленую, жареную пищу и алкоголь. День кроводачи обязательно, чтобы он попил дома чай с хлебом, с булочкой, с пряничками, с какими-нибудь. Потому что многие понаслышке говорят, есть пить нельзя, приходят сюда, 4 часа ждут. Процедура донации начинается с осмотра терапевта, где проверяют давление, пульс, вес и общее состояние человека. Лаборанты в это время проводят клинический анализ капиллярной крови. Следующий этап самый важный – сдача материала. Тем временем за дверью процедурного кабинета людей, ожидающих своей очереди, только прибавлялось. Спасение жизни людей, которые находятся в тяжелой ситуации. Ну и само по себе процедура дачи крови – это является как бы омоложение крови. И человек в этой ситуации реже болеет и чувствует себя намного лучше. Жительница Десногорска Юлия Рудина несколько лет назад увидела объявление о сдаче крови и решила стать донором. Как говорит, поначалу неизвестность пугала, но после консультации у специалистов страх как рукой сняло. У меня только положительные эмоции. Как бы осознавая того, что я делаю доброе дело, оно как бы согревает душу. Помимо хорошего настроения и оздоровления организма, донор также получает и другие привилегии. После кроводач людям полагается два дополнительных дня отдыха, а также денежная компенсация. Однако 90% граждан в Десногорске сдают кровь безвозмездно. Четвертый раз. Мы с мужем так решили однажды, надо сдать. А сейчас я уже думаю, может, начать сдать как на почетного донора. Как-то спонтанно все. Всего в этот день донорами стали больше ста человек. Десногорск по-прежнему остается одним из ключевых городов, благодаря которому потребность региона в необходимом для жизни материале полностью обеспечена. Олег Соловьев, Ксения Вишкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Излишняя доверчивость и невнимательность стоила нескольким смолянам потери денег и документов. Таков итог визита лжегазовщика, который наведывался к своим жертвам под предлогом установки оборудования. Если сейчас не сделаете, то потом будет дороже. Инвалидам скидка. В общем, дошел до того, что до 7 тысяч дошел. А потом сколько у вас есть? Людмила Андреевна из Смоленска рассказывает о переговорах с настойчивым молодым человеком. Представившись работником газовой службы, на протяжении нескольких дней он настоятельно рекомендовал пенсионерке установить газоанализатор. В итоге Людмила Андреевна пустила лжегазовщика в квартиру. Результат несмотрительного решения – пропажа 14 тысяч рублей. Было около 20 купюр. Хоть бы одна где-то она валялась бы. Ну ничего нет. Подобный случай мошенничества был уже не первый. Несколькими днями раньше у другой пожилой смолянки был украден, возможно, тот самый газоанализатор. Жертвой таинственного лжегазовщика стал и 79-летний мужчина. У него украли паспорт, но, видимо, не обнаружив там денег, документ вернули. Позже был задержан и подозреваемый, который признался в нескольких кражах. Задержанный пояснил, что увидел, откуда потерпевшая достала деньги, он похитил их и потратил по собственному усмотрению. В настоящее время установлена причастность подозреваемого к четырем фактам хищения на территории региона. В отношении него избрана мера в виде подписки о невыезде. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Атомпарк – зелёный массив в черте города, которому предстоит стать одним из культурных и туристических центров Десногорска. По крайней мере, именно так его видят жители города и представители администрации муниципалитета. Это подтверждено и новым дизайн-проектом. Сцена, кофе-пойнты, многофункциональные павильоны – это и многое другое изменит облик городского сквера до неузнаваемости. Павильоны кофе-пойнт для мастер-классов, букротинг, павильоны с качелями, павильоны проката, торгово-выставочный павильон и многофункциональный павильон, который здесь вам представлен. Но вот это вообще называется у нас главная аллея. Презентация проекта благоустройства «Атомпарка» прошла 22 января в Центральной библиотеке Десногорска. Реализовать этот колоссальный объём работ планируется благодаря гранту ежегодного конкурса Минстроя. План преобразований зоны отдыха Десногорск заявит на всероссийский конкурс «Малые города. Исторические поселения 2020 года». Выигрыш в конкурсе и реализация данного проекта позволит сделать прилегающие территории более конкурентоспособными и в будущем даст толчок развитию всей прибрежной инфраструктуры города Десногорска. Оптимистичные планы далеко не безосновательные. Общая сумма призового фонда конкурса – 5 миллиардов рублей. Их разделят между 80 победителями – малыми городами с численностью населения до 100 тысяч человек. Реализация данного проекта привлечёт ещё больше гостей в наш город, чем ежегодно мы принимаем. Дизайн-проект будет отправлен на конкурс «Малые города. Исторические поселения» до 31 января. Результаты же Федеральная комиссия обнародует до 1 августа 2020 года. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Александр Герофеев, Десна-ТВ. На этом наш выпуск подошёл к концу. Больше интересного на нашем сайте – desnadefiz.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. Хороших вам выходных и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!